Включить. Переходим к основной части программы. Ну да. Фридрих Венгейн первый. Я все-таки предлагаю. Было два у нас. Корона все-таки это очень горячий. Если вы... Александр, кстати, можете включить рекорд. А, да, хорошо. Кто клауд нам делает? Я пытался. Вот, все, я включил. У меня есть предложение. Даже если мы к историческому замечательной теме Александра переходим, давайте договоримся сегодня на очень ограниченное время. Потому что корона важная. И мы от нее... Давайте тогда это оставим на закуску. Давайте давайте... Корону. А это потом, это в конце. Вот. Ну, в общем, что у нас, это самое, что у нас творится, в общем, мы знаем в Израиле, имею в виду. Ну, мы знаем, что творится, ну да. Понимание, что творится, еще полного нет. Это коллективное помешательство или массовая шизофрения. Что вы имеете в виду, Михаил? Что вы имеете в виду, Михаил? Я не могу, не могу поставить. Ну, во-первых, я говорю, действие нашего правительства и реакцию населения, скажем так. А? Скажем мягко. Действие нашего правительства и реакцию населения. Нет-нет, я бы не разделял так резко, потому что оно сейчас очень смешано. Население большое влияние на правительство сейчас имеет. И почему? Разные группы имеют разное влияние. Вот мы с вами никакого влияния не имеем. Группы населения очень хорошо представлены в Кнессете и правительстве. Я не разделяю. Я чувствую, что вокруг меня происходит и что там происходит, оно исключительно похоже друг на друга. А? А? До такой степени плохо? Я хочу сказать, что это триумф израильской демократии. Вы считаете до такой степени плохо? Слушайте, а вот у кого-нибудь вокруг просто? Я вижу на футболке и среди своих знакомых повторение тех мнений, которые там наверху. Такое же распределение мнений, Аарон, я серьезно говорю. Это можно сказать, как победа, большая победа. Триумф израильской демократии. Что правительство стало выражать полную шизофрению народа. А скажите, вот вокруг, да? Я понимаю, что сейчас круг общения ограничен фейсбуком, социальными сетями. Но, тем не менее, может, он у вас и у меня, и у Аарона, он сильно пересечен, но, может, чуть-чуть отличается. Но это мои... Нет, но я вычищаю. Я, кстати, послал вам мнение из какого-то журнала английского о том, что человек, который не понимает сути эпидемии, пандемии короны, у него, скорее всего, когнитивные расстройства. Ну, дело в том, что... Ну, то есть, недоразвитие когнитивных способов. Он просто пишет, он часто думает, что он понимает, на самом деле его не очень понимают. Да, да, это понятно. А у кого вот теперь просто, ну, мне интересно вопрос в социальных сетях, вокруг, среди живых людей? Аарон, извините, я... Кого больше? Кого больше? Я снимаю посылку, потому что и среди настоящих моих знакомых не социальных сетей. Точно такой же разгруз. Это не явление социальных сетей. Это действительно явление... Хорошо, хорошо, но просто тогда среди живых. живых людей. Кого большинству? То есть, есть, условно говоря, 20% людей, которые понимают, что происходит. А, я боюсь, что мы настроим в серьезном меньшинстве. Да. Как-то мы не составляем 20%. Но врачи, которые сталкиваются с этим, аналитики. Вы уже рассказываете тогда. У меня круг врачей не очень большой. Хотя... В отношении аналитиков, знаете, что вот как вот раньше... Все были... Все были специалистами по... По экономике, точно так же, они рассказывали, что и как произошло, и почему так или иначе, и почему там депрессия и так далее. Сказали, вот... Они точно так же перехвалифицировали специалистам по эпидемии. Я помню, я понял. Ну, да, я помню. Это тот же самый круг, да. Я понимаю, да. Но не менее, здравый человек все-таки должен понимать. И меня это немножко удивляет. Подождите, я вот хочу тут еще разделить вот еще одну вещь. Раз мы об этом заговорили, это действительно, это замечательно, это очень серьезная тема. Мы можем шутить о ней, но тема исключительно серьезная, которая проявляется в другом, совершенно другой аспект. Вот есть Украина и Россия, которые воюют, да, к примеру. Ну, в конфликте, скажем так. К примеру. И люди, которые вот в одной стране, мои знакомые, да, которые консолидируются с этим явлением массового сознания, они... это проникает им вглубь их сознания. Они действительно убеждены, что вот дело так. А те, с другой стороны, тоже полностью убеждены, что дело это. Значит, в Израиле есть, по крайней мере, две, на самом деле, больших групп. Одни люди, особенно это, можно сказать, интеллигенция, работники хайтика и так далее. Люди хорошего достатка, которые очень сильно построили свою жизнь вокруг, ну, вещей, которые деньги могут принести. Там, там, хороших путешествий, хорошего отдыха в гостиницах, занятиях, спорта, в гимнастических... Ну, да. И в бассейнах, да. ...залах. Прекрасное вино, прекрасные сыры, хорошие рестораны и так далее. Они настолько привыкли вот к этому, что они чувствуют большую травму. И в их сообществе, не только привыкли к этому, в их сообществе есть культ этого аспекта жизни. Считается, это очень важная вещь. И без нее человек, ну, совершенно уже чахнет и еле-еле младши существования. Ну, да. Как какая-то израильская журналистка, колумнистка, да, из первых газет, первого ряда газет сказала, что никогда народ Израиля не был в таком тяжелом положении. Да. Никогда. Никогда. То есть просто. Вот это сейчас, да. Это одна группа, это, грубо говоря, это половина населения Израиля, если очень грубо сказать. И это те, кто поддерживает больше левых политиков, да. Это очень яркое разделение. Вы знаете, мы уже и с Александром Исароном говорили, что чтобы понять психику человека, надо работать психиатром и наблюдать больных, да. Вот мы сейчас наблюдаем общество в таком болезненном состоянии, мы можем его глубже понять, благодаря вот этой ситуации. Да, да. И вот мы видим консолидацию, что вот эта часть общества и левые политики, удивительно, раньше левые политики, они выражали пролетариат, бедных людей и так далее. Сейчас немножечко сдвиг произошел. Они очень соединены сейчас, да. Вот левые и центры, они очень поддерживают эту позицию, там, всеми силами держать тренажерные залы и бассейны. Ну, да. Единственное, что, они, их может мучить, что из-за этого всего они не могут летать, там, я не знаю, куда-нибудь в Грецию или в Италию. А они улавливают эту связь. Они были очень заражены. А они улавливают эту связь. Где-то мелькнуло в одной из корреспонденций. Их только этот дом может включать, другие дом. Ну, как Швеция, собственно, там, какой-то опрос общественного мнения говорил, что есть элементы недовольства со стороны шведов, со стороны граждан политика и правительства, ну, не предотвращения, не прекращения в связи с тем, что, как бы, закрыт выезды, ограничены выезды шведов. То есть, пять тысяч с половиной умерших, это не так важно, как... Как неудобство, как неудобство, то, что нужно прилипать. То, что нельзя ездить в Копенгаген. Да, думаю, только в Копенгагене, где-то в Милан и так далее. Ну, да, да. Я не знаю просто. Было. Копенгаген можно доехать в течение одного дня из Стокгольма. Ну, условно говоря, там, не знаю, в Фельсинке. Даже, ну, в смысле, ну, как мы когда-то ездили в Питер. Я думаю, что все-таки там это не Копенгаген, а вот скорее, скорее вот эти, вот, скажем, в Исландии большая часть зараженных, а там не одна сотня для такой маленькой страны, это были те, кто отдыхал на альпийских курортах. Я думаю, что это нечто похожее, похожее для Швеции. То есть, это вот не Копенгаген, а вот скорее там Альпу, там, Италия. Ну, может быть. Ну, много. И на море они любят ездить в теплые страны, как говорится. Там у них большой спектр удовольствия. И Рав Йоэль Шварц, он коснулся с другой стороны проблемы. Да, Аарон, на последнем занятии? Да, по-моему, да. Что народ, как говорится, как это, разжирел этот режим, да? И стал брыкаться, да. Да, 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 да. То вот очень большими такими материальными удовольствиями это портит. Ну, ведь было совершенно очевидно по результатам трех последних, или сколько уже, четырех последних выборов, да, что вот эта чисто экономическая попытка накормить людей, то есть она не приносит своих результатов страны. Он пытался, он все-таки отличается качественно большинство политиков, он пытался дать какие-то челленджи, какие-то вызовы там с национализацией этого, с тем и всем, с тем, что его травили так много, да. То есть, ну, по-моему, не очень последовательно. То есть было видно, что чисто экономическое благосостояние без, скажем так, без, идеологическое, если бы не были в России, в Союзе, в Израиле бездуховной составляющей, ну, ладно, чего так. Понятно, понятно, что он говорит. Я, ну, вы же знаете, что я говорю не про это, да, ну, то есть оно не дает, особенно в Израиле. Собственно, и Трамп пытается, пытался дать не только... Более того, тут еще другой лозунг, интересным образом подмешивается, что свобода дороже, чем жизнь, как нас учили с юности. И вы знаете, вот это сегодня тоже начинает преобладать. Люди говорят, что даже если не дашь мне вот выходить из дому или выезжать, куда я хочу, я готов рисковать своей жизнью, жертвовать жизнью, потому что свобода, она дороже. Я слышал очень хороших, очень уважаемых людей, которые вот эту фразу очень серьезно говорят. Ну, это же прекрасный лозунг сам по себе, если оторвать его от пандемии, от пандемии, от этого. Конечно, конечно. Плоть до того, что даже пожилые люди, которые явно, что он будет рисковать там, если он будет слишком активен, он говорит, мне свобода дороже, чем жизнь. Ну, это же Италия, начало эпидемии, когда пожилым людям, когда уже стало более-менее все понятно, они говорили, мы не можем отказаться от права на прогулки. Ну, от права там, ну, от того, чтобы быть вместе с семьей. Да, да, ну, все это. Как бы это естественное право. В прогулке как раз гулять можно подальше от других людей, это не самое характерное. Нет, ну, это имеется в виду, вот в этих маленьких городах. Гулять и общаться там имеется в виду. Да, имеется в виду именно общаться. Для них очень, это же, опять же, не Швеция, для них очень важно, именно для Италии, именно общение. Причем близкий контакт, да, то есть как бы. Ну, или человек, допустим, он ходил на йогу или на танго, да, и это его было прямо одушено в жизни. Тем более, не забывайте, что это вот Слизеноморск, просто вот есть конкретный пример. Швейцария, это одна страна, но в италоговорящих кантонах в два раза больше заражений, чем во франко-говорящих. А, да? А есть статистика по кантонам? А во франко-говорящих в два раза больше, чем в германах. А, прекрасно. Просто, это вот одна страна. Прекрасно. Вот, то есть это, ну... Я не знаю, если потом будет время, мне не очень тяжело сбросите ссылочку на статистику. Или вы сбрали его из обычного вот этого сайта статистика? Арон, и то, что мы говорим, и интересно, чтобы у нас и у других осталось. Лучше всего, если Александр или кто-то что-то находит, он может в скриншеринге показать на небольшое время свой экран. Тогда оно и видео... Я тогда сейчас одну минуту, тогда... То, как вы это найдете, да, можете показать, и это останется, и это будет довольно важно. И лозунг... Это серьезная вещь, о которой вы говорите. Потому что нормальный человек должен чувствовать себя таким... Частью, как бы, более большего существа, да? Ему совсем нехорошо, когда он... Вот есть такие затворники, там, вроде меня. Вот сижу дома, общаюсь на зуме, и мне хорошо. Есть другие люди, у которых просто физическое вот это ощущение, что ему совсем плохо. И таких, видимо, в израильском народе как минимум половина. Ну, наверное, больше, да? Потому что вы прибавьте еще религиозную часть, которым тоже тяжело, и к которым нету коммуникационных средств. Да, но вы своим детям уже наушники хорошие к телефону подключите. Да, но это все равно... Смотрите, очень большое социальное длина для детей, да? Очень сложно объяснить детям, включая даже дочери, которым уже 17 лет, да, что, ну, когда... Понимаете, не может работать карантин, когда большая часть людей нарушает тупо... То есть просто огромное социальное давление. Чем я хуже, если все гуляют, причем половину, скажем, треть гуляет без масок, тусуется, это... С вами тут сразу можно разделить две ситуации. А, когда не объявлен жесткий карантин, и б, когда объявлен... Вот так, как было, когда люди не гуляли, все равно в тех условиях тоже была значительная часть людей, и даже в тех условиях, я скажу, наверное, как минимум половина, которым было очень тяжело. Ну да, да. Даже как-то не было социального давления, и вроде бы все одинаково сидели дома. Было тяжело, тем не менее, было какое-то ощущение, если вы помните, общности, да. То есть что, это Песох, что нужно потерять... Ну, как было во время выхода из Египта, так будет сейчас. А сейчас, как бы, мы находимся в другой период, и люди устали, ну, как бы... Мои дети, как бы, не участвовали в тусовках всех этих, а все остальные... Ну, не все остальные, а значительная часть участвовала во всех этих тусовках и прочих, да. А сейчас они терпят больше, чем те, кто участвует... То есть даже если введут, предположим, там, кстати, все, да, если я не... Все следят, да, то есть как бы изначально было заявлено цифра 250 человек, это до 250 тяжелобольных, а сегодня уже 254 тяжелобольных. А, это действительно растет, к сожалению. Да, нет, нет, это не просто растет, это растет по 15-20, несмотря на все отлаженные процедуры, несмотря на все это, несмотря на то, что понизили критерии тяжелые, это и самое, что сейчас, 90-90 год. Расти, и тут вы подвели меня вот к тому тезису, который я вам с Александром писал, если общество... А мы уже где-то, я думаю, считанные дни от той точки, где уже все согласятся, что если мы позволим себе дальнейший рост, это уже будет как минимум то, что было в Италии в тяжелое время. Ну да. И если мы все согласимся, что нужен такой карантин, который выровняет эту кривую, и спросим себя, какая степень изоляции требуется, чтобы вот это прекратился рост, то мы обнаружим интересную вещь, что сделать этот рост равным нулю при двух тысячах зараженных в день и при 20 зараженных в день требует одинаковых общественных усилий. Ну да. Даже делать рост 200. Да, 20 меньше, потому что там еще отслеживать можно будет с помощью слежки. Я не знаю, я не понимаю, они до сих пор не ввели вот эту процедуру, не отладили процедуру этого следствия. Потому что когда массовое заражение, она теряется на слежке. Да, но можно было хотя бы строить, выстроить модель, да, хотя бы. Я не люблю Беннета, но тем не менее то, что он предлагал взять, набрать людей, пока ситуация такая, научить их отслеживать цепочки и потом использовать их. У меня сразу вопрос. Есть действительно страны, где научились это делать эффективно и где карантин ослабленный и нет роста? Вот кто следит за тем, что в мире происходит? Но это мы переключили. Я хотел чуть-чуть остановиться на все-таки важном пункте, что когда зараженных 20 в день и 2000 в день, то общество должно понять, что ему это стоит одинаково. И теперь я задаюсь вопросом. А для основной массы людей в Израиле им действительно безразлично 20, вот для той половины, которая за большее открытие, да, им действительно безразлично страдать при 20 в день или страдать при 2000 в день. Ведь они же одинаковую нагрузку личную берут. Но они приводят к ситуации, что мы страдаем при 2000 в лучшем случае. Что вы имеете в виду одинаковую нагрузку? Вот сейчас сделать карантин, когда вот 2000 зараженных в день, чтобы не стало 2500, да? Надо каждому ввести ограничения, закрыть школы, запретить даже магазины. А, в этом смысле, да, я понял. Уровень запрещенности, он такой же, как если бы мы не хотели роста от 20 зараженных в день. Да, да, я понял. Нет, это я понял. Жертвы должны люди нести. Что себе говорят люди, которые довели до 2000, что вот хорошо мы там полтора месяца или два хорошо пожили. Это достаточно, как говорится, выигрыш, чтобы за него такую чудовищную плату смертями людей и опасностью вообще эту грань перешагнуть, да? Попасть в бездну, провалиться в Италию там или в Швеции. Но говорят то же самое, что говорят в Швеции. За исключением ограничения на заграничные поездки. А Швеция сейчас стремительно приближается по количеству умерших на тысячу человек к Италии, да? Ну, там уже, на самом деле, самая высокая уже даже не Италия. Самая высокая – это Бельгия. Нет, я… Да, да, да. В Бельгии немножко, по-моему, проблемы со статистикой. Нет, ну просто, как бы, эталонная высокая смертность была в Италии. Швеция сейчас приближается… У нее 556, я смотрю, последние цифры, учитывая, что они пятницу, субботу, воскресенье отдыхают. И нет новой статистики. А в Италии 580. На тысячу, на миллион, на миллион человек. То есть, то же самое, что говорят в Швеции, что, да, в принципе, хорошо, что у нас не было карантина и всех этих ограничений. И они продолжают держаться. Мне какой-то слух, это не насчет Швеции, потому что все, они уже… Я читал, что там в Швеции, там именно для, именно там для марши-пристарелых, грубо говоря, им дают, ну, типа морфина, типа вот обезболивающего, и все, оставляют, в общем-то… Кошмар. Умирают. Кстати, вот можете посмотреть, вот это вот. Это по кантонам? Да, развлеките нас, развлеките. Да, давайте. Слушайте, что это такое? Почему я… Черт. Почему я не вижу совершенно Аликса? А, вот сейчас я вижу, да. Кто-то не забил. А, а, а не забил. Ну, там разные кнопочки. Вы уже видите, да? Ну, сейчас Аликс покажет свой скриншеринг, что тут в массах. Нет, я даже не скриншеринг, я послал просто сообщение вот это. А, ну ладно, ну я не буду читать. Можно посмотреть. Если вы хотите что-то показать, как бы… Вот, ну там это просто каждый может… Вы фриск видите, да, там это? Я не вижу, потому что я однопроцессор. Арон, вы… Я вижу, 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 вижу так. Я вижу. Я вижу, причем я вижу, что это именно швейцарская штука, да? Люди, может кто-то еще захочет посмотреть. Просто там вот оказалось, что там именно это вот… Это не табличка, это статья. Да, это статья. Ну, там достаточно хорошие ссылки. Ага, я вижу, да. И сейчас все-таки есть новые места, где заново вводится карантин. На израильском радио, на Галейцале обсуждалась Барселона, что она вот сейчас закрылась. Есть еще какие-то массивные закрытия карантина? Вы что-то знаете? Нет, не знаю. Не знаю. Я, к сожалению, я слежу в большей части, ну, читая всяких республиканских авторов, я вижу, что у них такая же каша в голове, как в израильском обществе. Да, вот тут очень хорошо. Арон, вы замечательно сказали. Спасибо вам большое. Потому что вот эта классическая линия разделения между правыми и левыми в экономике, в политике, она, и она перестала существовать. Так что, я не понял, наша троица в совершенном министре? Нет, я в том, что сейчас в Израиле, в отличие от других стран, разделение на правых лев в экономике и политике совершенно, оно, грубо говоря, неоднозначно. Есть. Это двухмерный. Нажовите хоть одну значительную группу, которая хоть как-то к нам близка, потому что я чувствую, что мы совсем в одиночестве. Вы хоть какую-то значительную группу можете назвать, которая карантин поддерживает, которая обсуждает, вот как нужно более активно ввести карантин? Хороший вопрос. Я как раз тоже хотел его задать и просил подумать, есть ли какая-то группа интересов, назовем ее так, которая была бы заинтересована и готова была бы отстаивать и ввести своих... Ну да. Вы более немножко узким... По-моему, это можно найти... Я имею в виду общественную группу. Или перспектив здравоохранения, по-моему, можно найти. Я не про министерство, я говорю про часть населения. Есть ли значимая часть населения, которая серьезно понимает, что все-таки надо спасать, что, между прочим, это святая еврейская обязанность, да? Если ты не жертвуя чем-то очень важным, очень редкие исключения, да, в еврейской вере, можешь спасти... Ты просто обязан это делать? Хороший вопрос. Я не заставляю свинить веру. Очень хороший вопрос, но, к сожалению... То есть у меня есть вопрос, который очень печальный. Я думаю, что если не будет в течение недели-двух, а на самом деле, если в течение нескольких дней введен жесткий карантин, то недели через две появятся такие группы интересов в связи с тем... Ну, с той катастрофой, которая обрушена. Ну, да, которая... То есть надо дойти до состояния Италии, как минимум, да, чтобы общество... Ну, типа того, да. Да, то есть им вообще именно в той части ломбардии, вот эти городовые ломбардии, которые, скажем, это введены. Потому что иначе... Ну, в общем-то, я смотрю, то есть не следи религиозного населения, хотя, так сказать, прецеденты были, когда в свое время были эпидемии в XVIII веке. По-моему, тут были введены очень жесткие системы карантинов. Да. И в древчине. Да. Но сейчас и здесь, к сожалению, действует тезис, теорема, которая блестяще доказывается, что в религиозном и в периодименном обществе нету, отсутствует понятие руководства общины, ответственной за общину. Ну, как клавь в Сыраэль, скажем так. Есть, опять же, разные группы интересов в значительной степени эгоистических или манипулирующих теми, кто не эгоистически настроен, но у которых есть силы манипулировать. Ну, Ара, я бы очень осторожен. Я осторожен. Я осторожен. Если бы я был неосторожен, я бы сказал существенную речь. ...предимную группу населения, а я тут же скажу, что просто все группы населения в Израиле и во всех странах мира сегодня. За исключением, вот, я не знаю... Хасиды... ...Азии, или Хасиды, из Израиля и так далее. Отдельные хасидские группы. Я сразу скажу, что вязаные экипы тоже неиндивидно, чтобы организовались за усиление карантина, и светские тоже нет. Нет, вязаные экипы больше, мне кажется. Нигде нет. Нет? Нигде не вижу. Нигде. Нигде нет. Такой призыв, давайте сохраним жизнь и ограничимся. Я вижу прекрасную организацию на уровне отдельных институтов, ну, лакторы, где действительно разделено... Действительно капсулы – это капсулы, а не что-то, да? Когда для каждой группы разделено... Есть проход, туалеты, время и все прочее, когда они могут проходить, это... Но это на уровне... Да. Ну, там, где они живут, вот продолжают жить в общежитии. Подождите. И не приезжают к своим семьям? Нет. Нет. А, вот продолжают, да? Да. По-моему, у Александра кто-то в семье, да? Или я ошибаюсь? Меня? Кто-то в такой есть, да? Или я перепутал? Нет, нет, это... Это я перепутал. И действительно, они на... Даже раз в месяц не приезжают домой? Я... как сейчас и как это выглядит, но... Это, наверное, во время того большого карантина, я могу... И сейчас... Нет, сейчас они продолжают, насколько я знаю, они не... приезжают... Они не ездят домой, я очень приятно... Я могу уточнить это. Я могу уточнить. ближайший день-два. Скажем так. В общем, такая странная ситуация, что-то... Мы втроё... Ну, хоть кого-то надо подключить. Что, нету даже четвёртого? Рэбе из Карлин-Стойлена, который действительно закрыл, насколько я знаю, все учебные заведения, и переделел своим хасидом на лицо. Так я слышал. В отличие от других хасидских рэбе, которые сказали закрыть, но при этом продолжали... Закрывали глаза на то, что сплошь и рядом происходит нарушение. То, что я могу сказать. Какая община, вы сказали? Карлин-Стойлена, если я не знаю. Карлин-Стойлена, да? Да, но это единственное, да. Подождите. Очень важно. Вот сейчас вы мимоходом и пытаетесь дальше пойти. А я вот хочу вас остановить на это. Потому что если есть одна группа, в которой есть такой полный опыт, как они организовали жизнь, как они организовали жизнь в семье, что вся семья в доме сидит, как пожилые люди... Не знаю. Я не знаю. Где я... Я с ними не пересекаюсь. Вы прочитали статью на интернете или что? Мне кто-то сказал... Сейчас я попробую вспомнить. Ближе к ситуации, чем я. Я попробую вспомнить. Аран, это исключительно. Просто напишите себе на листочек. Хорошо. Это исключительно факт. Если есть такой уже состоявшийся опыт, он же должен включать в себя огромное количество важных деталей. Как жизнь общины налажена и сколько там, допустим... Где их большая масса? В Иерусалиме или где? Я не знаю, Михаил. Я постараюсь... В Америке, наверное, у них большие общины есть. Нет, я не знаю, где это работало. В Америке или в Израиле. Я постараюсь это вспомнить и узнать. Это очень здорово. То есть нам нужно, получается, сейчас искать примеры. Вот этот один важный пример. А может, какие-то другие примеры возникнут. Сообществ людей, которые смогли организовать жизнь. Потому что то, что мы говорили, очень важные вещи. Это у нас как бы тоже между пальцем уходит, да? Что в домах престарелых надо автономную жизнь организовать. Сейчас вот при этом уровне заражения, что сейчас, все эти слова, надо пытаться во что-то превращать. Ну да. Ну да. Там для них важна не только просто автономная жизнь, но то, чтобы какой-то уровень полностью закрыт. Где это тоже не очень хорошо. Потому что там другая проблема может возникнуть. Если люди перестают, грубо говоря, получать те же бактерии и прочие извне. Нет, нет. Ну, я понимаю, Александр. Я осмелюсь спорить, что если они там несколько месяцев не будут бактерии извне получать, то им станет плохо. Давай. Отложим. Нет. Ну, понятно, что речь не идет о... Вот я, как живой человек, фу-ть-фу-ть-фу... Дистиллированном существовании, да? Нет. Несколько месяцев внутри... Это хорошая идея. Я попробую сейчас. К сожалению, у меня сегодня получился немножко напряженный день. Я постараюсь узнать в течение дня-двуха про... Про что? Про домах... Нет. Про хасидов и про Мерказарав. Хасида, Мерказарав. И что делать? Если в мире вот этот... Ведь это же очень простая вещь. Ну, она не сто процентов простая, но относительно. Ведь в Израиле много иностранных работников, да? Их поселили в домах престарелых, чтобы они жили только внутри, чтобы пищу только передавали. И там нужно еще наложить ограничения для новых... Да, это понятно. Иностранные работники, добровольцы, которые будут там жить, ну, взрывцы, ну, молодые люди. Добровольцы молодые. И даже среди пожилых, там, которым может быть 70 ему, а он зубной в рай, где можно ему и кабинет организовать. Ну, да, типа того. Или парикмахер, да. Да. О! И, кстати, они возвратятся к жизни. Вы знаете... Парикмахер, портной, ну, те, кто обеспечивает жизнь... То, что мы говорили. Те, кто обеспечивают жизнь и дети. Конечно, конечно. Нет, человек 70 лет, он вполне еще... А, они воспрянут в жизни. Они воспрянут в жизни. Значит, я ехал в поезде Москва-Владивосток, когда был студентом, проводниками. Почему я вспомнил? Потому что это неделю в один поезд России. Прекрасная. И эти бабушки, которые ехали, они просили, сыночек, дай, пожалуйста, пол я процеду. Ну, да. Много легче человеку, когда он что-то делает. Это известно, Михаил. То есть, человек, который заботится о другом, у него заторможены все процессы, ну, деменции. Ну, нейродегенеративное течение всех. Оно сглаживается. У нас есть соратник Ильяу, который живет в таком хостеле, и если мы вместе с ним попробуем что-то, может... Он очень активный общественный, потому что, может, он на даче в своем хостеле что-то организовывать. Тогда, ну, это как где-то, говорят, ну, вообще говоря, нужно организовать не только для одного конкретного хостеля, но, грубо говоря, себе программу, как вообще для, скажем так, большей части населения. Ну, нет, ну, мы берем какие-то, словно говоря, общины, не религиозные общины, а в широком смысле, какие-то группы людей, которые связаны какими-то общими признаками, и пытаемся найти у них, ну, какое-то способы выживания. То есть, это не ради, то есть, если они при этом работают и чем-то занимаются, это еще лучше, да? Ну, да. Там нам нужен какой-то набор общих признаков, которые их объединяют, поэтому мы берем там этих жителей хостера, берем хасидов, берем этих ешивов, условно говоря, берем их. Это, кстати, перекликается. Вы знаете, вот если бы были добровольцы, который вот написал бы такую... Михаэль, уберите, уберите это. Что? Нет, просто эхо, я не знаю, что... У меня, да? Да, я думаю, что... Вы тоже это слышите от меня? Или, может, интернет ослаблен? Алло? Александр, меня слышно? Да, слышно. Хорошо? Да. А, ну вот Александр говорит, меня хорошо слышно. Видите, когда трое, легче проверять, как... Сейчас и мне хорошо слышно. Значит, у кого-то из нас просто с каналом связи была проблема. Подождите. Вот я помню, это не совсем по теме, значит, один светский журналист, который, ну, интересовался религиоведением, скажем так, он задумал написать о брасловских хасидах. И ему предложили пожить в Ешиве, в брасловской Ешиве. Но тогда сказали, что ты должен не просто жить, а ты должен придерживаться всего. И он согласился там. Но только какое-то такое условие он поставил, что на второй день после того, как он выйдет, он сразу должен все прекратить, чтобы его не сделали. По-моему, это был психолог. Можно быть. Не журналист, а психолог. Он пытался изучить что-то про религиозных людей, ему обратился к раввинам, ему поставили условия, чтобы... Ну, я не знаю, мы об одном и том же человеке. Это человек, который жил в брасловской Ешиве. И он исключительно красивый. Вот если бы, ну, я говорю, если бы люди, которые в Мерказа-Рабе просто написали бы развернутую статью, как у них жизнь проходила, да? Это было бы исключительно востребовано. Если бы кто-то из карлинских хасидов смог такую похожую статью написать, это тоже было бы исключительно востребовано. Или, может быть, мы нашли бы, Аарон и Александр, мы бы нашли кого-то, кто говорит по-русски, вот в таких сионистских ешивах, да, закрытых, кто согласился бы быть участником нашей... Нашего круглого стола, я не знаю, как... Понимаю, что Белый, для этого нужно разделять наши идеи, а я не уверен, что... Да, да. А? Я тоже не очень, честно говоря, да. Подождите, подождите. Я не уверен, что он будет разделять наши идеи, наш подход вот к этой проблеме. Подождите, одну секундочку. И последнюю мысль я все-таки хотел в ваше отношение. Найти человека среди нашего круга знакомых, там, молодого человека, который еще хорошо говорит. И чтобы он нам рассказывал, ну, в виде беседы это иногда легче, чем написать, как мы уже понимаем. Трудно, мне кажется, даже в кругу Александра может больше быть таких людей. Потому что ваши дети там, или как-то иначе. А может, в кругу Арана. Я подумаю, но в данном случае это вот не это самое, не ручаюсь. Арана, в вашем кругу, может, тоже? Я подумаю, я подумаю. Я подумаю. Ну, если возможно, попозже я чуть-чуть позвоню, хорошо? Я бы... А почему, кстати... Через Махон Мир надо искать, через Махон Мир. Ну и Мирка Зарав, мы же ходили у вас там. А Махон Мир, он тоже? Я смотрю. Я не знаю. По идее, да, я просто не знаю, как... Я не знаю, как... В моем мире есть замечательный, когда эти самые... Шева Брахот... А что есть? Когда была Шева Брахот у вашей дочери... А, приходили, приходили люди. Да, там были преподаватели, ученики, я подумаю. Как его зовут? Который преподает там. Да, да, Руэн Прошин. Вот он творческий человек. А, вы в гости хороших отношениях. И более того, он в прошлом журналист. О, слушай, это может быть просто находка. Попробуйте с ним пообщаться. Хорошо. Пообщаться. Хорошо. Действительно красиво говорит. У меня другой вопрос. Почему мы... Сделайте критичку, пожалуйста. Исключаем из круга поиска. Ну, наверное, есть больницы еще какие-то специализирующиеся, которые научились отсекать. Ну, Герцог, например. Известно. То есть центр... Не важно. Ну, в общем, мы будем считать, что это больница. Это не совсем больница, но она занимается именно... Подождите, Аарон, я извиняюсь. Вы птичку себе поставили, вот этого... На Руэна Трушина, на Мерказа Рафф и на Харлин Сталинских... На память я не насчитываю. Только если на вашем листочке будет указано. Я ставлю в этом. Вот он, ноут или как она называется. Не важно. Где-то что фиксировал. Вот. Значит, вы говорите, что больница – это более сложная тема. Потому что вы хотите мне сказать, Аарон, что есть больница, где персонал живет внутри полностью? Я... Я... Нужно спросить. Нужно спросить. У меня большой опасений. Есть ли... Я просто знаю, что Герцог... Больница... Неважно. Назовем это больницей для краткости. Которая занимается, специализируется именно на... Уходя за людьми из групп риска, которые относятся по всем параметрам, группам риска. И они обдумывали. Я просто давно с ними не общался. С тем, что... На тем, чтобы перевести... То есть персонал... Ну, такую схему... Насколько я понял... То есть, две недели больницы, ну, в смысле работы, две недели дома карантин. Я считал про это. Ну, сами подумайте. Значит, человек должен жить одиночно дома. Потому что если он живет с семьей... То есть, уже... Я... Я подробностей не знаю. Я... Я, честно говоря, даже не знаю, реализовали ли они этот... Реализовали ли они этот список, если у вас есть личные контакты. Это важно. Это важно. И главное, что мы обсуждаем вещи, которые на поверхности. И для меня это удивительно. Вы знаете, иногда я думаю, что я живу в нереальном мире, а вот который мне проецируется. Потому что он выдуманный. Я думаю, вот простые... Как это может быть, да? Что еще тысячи людей не додумались до них и уже осуществили, да? Которые сами по себе... Такое впечатление, что я живу в том мире, который мне создали, вот чтобы я чего-то там фантазировал, да? Это очень странно. Почему в мире, огромном мире этого нет? Может, в Китае где-нибудь, в этих восточных это все есть? Наверняка есть в каких-нибудь южно-американских Тайвань... Южно-корейских, извините, в Тайване. Мы мало очень читаем. Кто-то из вас читает вообще? У меня был период, когда я начал читать там по-английски, а сейчас же уже гугловским переводчиком. Можно все их местные издания читать. Вот там, ну, насколько я могу понять, то есть в этих странах было, что введено. Ношение, с одной стороны, ношение масок. Вы говорите... Вы старайтесь меньше перечислять то, что вы уже знаете. Вот, понятно, хорошо. Грубо говоря, как эти страны смогли... Я прошу прощения, Алекс, я прошу прощения для Японии, Тайваня и Южной Кореи. Вообще, ношение масок, они постоянно... Ну, в смысле, во время осенних эпидемий гриппа они постоянно носят. Да, да, да. Причем те, кто больны, а не те, кто здоровы. Разные, всякие, те, кто... Нет, нет, я как раз в Японии был и там и поговорили, поговаривали о Сарсе в том, в тот период. Я удивлялся и... Можно я тебе через полчаса перезвоню? Ровно через полчаса. Я сейчас тут пьяно. И мне объяснили, что в основном те, кто в маске, это те, кто болеет, а не те, кто боятся заболеть. Но, Аарон, мы уходим. Мы от интересного к банальному. Это жалко. Хорошо. Если вы знаете, ну или мы можем легко признать, что мы пока не знаем и не субъекты. Я не знаю. Это более глубокие вещи. Вот вы единственное нам сказали, что в Сингапуре там строительных рабочих изолировали, что они живут. Изолировали, да. Это единственное конкретное. А другие конкретные вещи мы не знаем. Ну вот, можно ли их узнавать? Нет, ну, про... Скажем так, про Корею я знаю, что они поставили очень четкую систему, которая, так сказать, следит, грубо говоря, за каждым. То есть система такая, что считается, что распространяется, тоже называются суперспредеры, то есть люди, которые заражают очень многих, и они, грубо говоря, за ними следят. То есть кто конкретно был, кто является этим человеком и кто с ним общался. И вот их изолируют. Ну, короче, они смогли это сделать, и это претензия оправданная к нашему министерству здравоохранения, и армия все время говорит, что мы бы это сделали лучше, что они не смогли с этой задачей справиться. Ну, в общем-то, тут недалеко сегодня заявил, по-моему, глава Шабака о том, что нельзя врача назначать вот на эту должность, так сказать, ответственность за коронавирус. И кто-то из армии, по-моему, высказался. Но все-таки мы ушли от темы. Я вас возвращаю к теме. Вот так, как мы говорили, что в больницах или жить в таких замкнутых сообществах, где-то в мире это есть или нет? Я не знаю. Ну, все. Вот если кто-то где-то у кого-то что-то мелькнет, это остается... Ну, всевозможные секты, наверное, там есть. Ну, вот одну секту найти. Если есть одна секта, которая смогла это наладить, то это уже будет находка. Вот Александр, у нас он информационно фак. Все, значит, я понял, значит, хорошо, значит, я это постараюсь найти. И группы людей, которые рассказывают, вот как им удалось отделить свою жизнь от зараженной части мира и сохранить себя. Или, ну, для старых людей это важно, для пожилых или для тех, кто больны. Или для, вот, да, вообще... Хорошо, это открытые вопросы. Открытые вопросы. Да. Хорошо, значит, в таком случае мы должны, значит, в таком случае на цель найти группы, секты, не знаю, как это называется, которые смогли самоизолироваться и жить. И что с собой представляет вот эта вот жизнь именно таким вот образом. Правильно? И как этот интерфейс с внешним миром они смогли... Какой-то интерфейс нужен? Продукты только через окошко передавать, или как-то иначе? Ну, скажем так, на минуту. А вот амиши в Америке... О, я, кстати, тоже подумал о них. Они живут на туризме, но я не знаю, вот сейчас они смогли... Нет, они на туризме, они на сельском хозяйстве живут. Нет, ну, я... Туризм... Нет, туризм это при... Ну, при... При варонке. К основному. Все-таки, я прошу прощения. А основной, это без как казалось. Прекрасно, Александр, если вам удастся найти что-нибудь о них. Вот, вот, пожалуйста. Дело в том, что, ну, мне кажется, что вообще все-таки очень, очень, очень различается статистика в городах и в поселениях. Кстати, о, 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 нужно найти поселение, где минимальное количество поселений. Ну, смотри, есть поселки, но мы знаем, в Израиле, в Израиле, в Израиле, в Израиле, это не очень хороший пример, потому что в поселках большая часть людей работает в городе, в израильских поселках. Ну, так они как-то, как-то решали эту проблему? Ну, я не знаю, вот, Александр в поселке. Вот, вот, ну что, у нас очень значительный высокий процент поселения работает вот в Иерусалиме и даже в других местах. В смысле, вот, на удаленке или продолжает? Продолжает? Нет, и в том числе и ездит. Конечно. И, кстати, заражения были те, кто работают, например, в госпиталях. К большому сожалению. Таких изолированных мест в Израиле я даже не знаю, может, какие-нибудь... Нет, то есть, нет, у нас никаким образом нельзя брать пример изолированного вот места, то есть, это... Непонятно вообще, если в Израиле... Один пример, я думаю, разве что какие-нибудь бедуинские поселки. Нет, они... Нет, они бедуины за собой общаются. Кстати, там проследили, как это... И как, кстати, они... Между поселками общаются друг к другу, да? Активно. Да. Ну да, и у них распространяется какая-то сила. Да, у них распространяется за счет... За счет... За счет с другими. Нет, 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 это как раз на бедуинске, на поселке. Это... Ну, где-то какие-то там, может быть, какие-то там пионеры пустые, вот этих самых, там, где-то в горах, там, вот это вот маленькие. Сюда это такое, где... В смысле, в какой стране? Ну, у нас. В Израиле очень... А, у нас. Ну, присты к тому, что в Израиле италированных мест практически нет. Баленькая страна, и все очень связаны. А потом, да, но... Да, потом, если брать какое-нибудь там амазонское племя, по которой там вообще никто не знает, это тоже не показать. Нет, подождите, давайте поставим тогда критерию Киева. Нам не обязательно нужно, чтобы место было изолированное. Нам нужно просто пример общины, которая, несмотря на то, что она не живет в центре города, неважно, когда ее представителям приходится ездить куда-то и куда-то, она избежала вот этой экспоненциального роста. Я не знаю. Хорошо, я понял. Ладно, я понял, значит, это вот эта задача, я постараюсь тогда... Михаил, вы не согласны со мной? Я не знаю, есть ли в Израиле, ну вот эти, разве что ешивы, религиозных сионистов. Есть ли в Израиле такие... Ну, так подождите, вы же о карлинских хасидах решили узнать. Ну да, да, я их хочу узнать. Я постараюсь еще узнать, где и что такое есть. А общий заголовок, это то, что Аарон говорит, вот этот его знакомый из России, такой масштабный, я забыл, кто, список вот этот на Фейсбуке, что общество должно перейти к такой структуре от полной открытости к какой-нибудь иерархической ячейскости, да? Чтобы сохраняться в таких экстремальных условиях. Полностью открыто, перемешанное общество очень уязвимо оказывается. Ну, хорошо, я понял, да, да, я... Хорошо. Я прошу прощения, 10-8. Не успели даже... Кстати, еще просто один момент, то что... Аарона, отпускаем? Нет, сейчас. Последняя реплика Алекса. Я просто хотел бы... Вот это письмо про материал про Фридриха Вильгельма. Первого. Да. Это то, что было намечено на сегодня, да? То есть, на самом деле, можно почитать это, да, чтобы... Это почитает довольно большая книга. Эта биография, кстати, вот очень интересна. Вот эти биографии, так сказать, вот пиетисты, они, так сказать, ну, разве что упоминаются. То есть, там все очень... То есть, там рассматривается, что вот то, как вот он сделал пусть, то есть, решающие годы, с 1613 по 1640 год, рассматриваемся исключительно через призму того, как и что он делал, вот через его личную биографию. Пиетизма практически там нет. То есть, это просто вот... Это просто можно рассматривать, как дополнение к тому, что вот это есть. То есть, вот рассматривать просто-напросто, как фон, который там, что, грубо говоря, что там происходило в Родзенбурге. Тут, кстати, довольно интересно, вот, может быть, мы это еще почитаем, то есть, именно, вот вы, я не знаю, вам удалось посмотреть что-то там, вот именно работы самого Франкина? Как там? Нет, нет, я не успел. Я дошел до библиографии, но заглянуть я не успел. Понятно. Вы прочитали, вот то, что я послал, вот эти вот две происки про это, две статьи, то есть, формирование немецкой нации и высшее образование Германии, в принципе, это как бы дают две стороны того, что там произошло, то есть, как это повлияло на нас. Там вот очень сильно не хватает именно, скажем так, именно религиозной составляющей. С моей точки зрения. Особенно во второй части, я послал за вами. А что бы вы хотели добавить? Я бы хотел бы, в принципе, добавить, ну, во-первых, так, то, что, вот, видимо, вас должно интересовать именно, как это перекликается в Библии, и что самое существенное, собственно говоря, механизмы, которому, или которому это удалось сформировать, там так, именно нового, ну, с моей точки зрения, нового человека, поскольку то, что сравнить то, что было там, вот в той же, там, в Бразильбурге до этого, там, в 17 веке, и то, что стало после, ну, можно сказать, что два разных народа. Вы согласны? Ну, да, наверное. Наверное. Ну, в смысле, ну, как это выглядит, да? Так это выглядит очень сильно. Любопытно было посмотреть, конкретно, например, что формировалось бы у нас, конкретно, как мы были сформированы. Ну, мы, вот, евреи. Как бы, когда, ну, зарождение Америки, может, немножко раньше, была переформулирована религиозная парадигма на язык, которая не обижала евреев. Было все в таких общих терминах, да, что мы Бога должны верить, и вокруг этого и моральные какие-то аспекты, где неважно, ты еврей или христианин, или, может быть, мусульманин, на этот язык было переведено в новое время. И, если можно, я бы коснулся еще одного вопроса буквально полминуты, даже, может, меньше. Вот то, что эти кодекс пиратов Карибского моря, да, то, что Аарон... Да, да, я почитаю. Это совершенно, подожди, только одну фразу. Это совершенно гениальная вещь. Это люди заложили основы современной демократии. Это не просто себе что-то там они придумали между собой, они настолько тонкую систему, которая потом вошла в основу американской демократии, стала основой демократического мира. Кто? Кто это придумал? Кто был этот гений? Это был гений, который это придумал, или маленькая группа людей. И об этом как мало касается. Мне кажется, заслуживая серьезного исследования. И был ли там, конечно, еврейский вклад. У меня подозрение, что там это было вот именно проблема эволюции. То есть там грубо говоря, выживание, то есть те, кто, те группы, которые не подчинялись этим признакам, они довольно-таки быстро сходили на нет. Выжили те, кто... Я вот... Теория эволюции, она хорошая, но чтобы за очень короткое время такое глубинное возникло, что потом осталось на века, там еще должны яркие люди быть. Так же, как вы рассказываете, как в основе прусской школы яркие люди ее основали. Там тоже будут оказаться яркие люди, интересно их найти. Я здесь скорее сторонник Михаэля. Я считаю, что экономика протестантизма связана с тем, что экономика Южной Кореи связана с Шумпетером и со всеми его социальной инженерией, как она называется. Рост экономики протестантизма связан с разными духовными вещами, которые развивались от, условно говоря, Библии короля Якова, ну, от перевода, от работы, до выбора, словно я прошу прощения. Это долгая длинная тема. Я извиняюсь, Аарон, то, что с пиратами, это качественный скачок. Я, пожалуйста, настаиваю это вынести в отдельную рубрику протестантизм. Хорошо. Нет, нет, я не сможу, я просто, это как раз пример, что какие-то конкретные яркие личности и их духовные поиски приводили к экономическому. Не в результате эволюционного изменения экономики, а в результате того, что какие-то, ну, то есть, как бы наоборот. Это такой враждебный марксизм. Найти ярких людей, которые заложили кодекс пиратов. Вот в этой, они же ссылаются на толстую книгу, которая в 1700-х годах, да, вот в этой статье, да, которая вам прислала, идет ссылка на какую-то толстую книгу, которая описала все о пиратах. Там в 1700-каком-то году, по-моему, была история. Да-да-да, это было. Да-да-да, Кто же заложил эти основы? Может, там это и есть? Кстати, может быть, опять-таки, это вот то, что я просто, я вспоминаю про карибское пиратство, в свое время был вот крупнейший пиратский центр, по-моему, Рояль, который, по-моему, где-то в 80-е годы 17-го века подвергся полному разрушению. Это был центр пиратский. И не исключено, что вот это потрясение в какой-то степени, так сказать, изменило... Вы говорите про Тартугу, извините? По-моему, да. Это Порт-Рояль. Это было этот самый... Порт-Рояль Тринедад и Таба. Тринедад. Да, да, то есть там он был разрушен. По-моему, это, кажется, было на Ямайке, если памятник. А может быть, Ямайка. Простите, вы идеи капитана была доиметрия? Нет, 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 это было сильнейшее землетрясение, цунами и так далее, где вот центр был разрушен. Вот именно... А по этому поводу есть известная теория о том, что все успешные экономики 20-го... Ну, то есть не только, а на протяжении истории созданы поколением... Он берет термин хибакуси, да, то есть пережившие... Поколение катаклизма и сейчас мы... Поколение катаклизма создаёт... Да, да, абсолютно. Сема революционного прорыва. Вы читали, Алекс, эту книгу, я не помню, кого, про хибакуси, о том, что, ну, как бы, японская это, экономика послевоенная, созданная теми, кто пережил, ну, само по себе поражение войне, то есть, крах императорской власти, атомная бомбардировка, хибакуси, это пережившая атомная бомбардировка, то есть, как бы, он расширяет это понятие на всех, кто, ну, на всех, кто, то есть, на все этапы человеческой истории. Я переживаю, надо ли Аарона уже выгонять? Вот, сейчас, я хочу показать, вот это вот, Александр, вы, можете посмотреть, это вот это вот, вот это вот, я имею в виду, вот это... Ну ладно, давайте, сейчас, нужно очки. Я прошу прощения, что, что, а, Ямайка 1692 землетрясение. Да, да, это вот, но это же потом. Нет, это до, это 1692 год, это до всех, до того, как-то они, они в начале 18 века это сделали, зарождение пиратства намного раньше рождение да мы говорим о правилах которые уже были выработаны в начале 18 века именно на них ссылаются все эти все данные и вот не исключено что вот это вот землетрясение это вот может быть то есть у них было что-то вроде государства да то есть там погибло сразу 2000 и еще 3000 вот следующие дни то есть это было основательно вот две трети кто зародил этих кодекс пиратов это будет я не знаю но мне кажется что вот это потрясение повлияло то есть каким-то образом или то есть то что старые модели после этого были так сказать сильно я настаиваю что там были живые конкретно исторические личности которые это придумали да но по крайней мере я думаю не исключено что вот это это могло их породить это могло так сказать ну обнулило старые парадигмы прошу прощения за новый политический термин и дало возможность для развития новых но 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 хорошо вот видите сказано что произошло что это божественное наказание не считали что это вот александр надо воспитывать александр вот этот импульс завершения явно размазывает обычно я прошу прощения все всех плак я напоминаю что я без записи если у нас когда сохранить действительно надо поднимать любом можно прислать вот а тут даже есть даже по-русски есть вот вот александр не останавливает сейчас довольно довольно многие статьи довольно прилично переведены на русский язык до википедии то есть не не в ущерб с английского ну да не в ущерб содержание ну то есть не без явных ляпок все я прошу прощения всех благ спасибо а дальше можно будет подумать и посмотреть именно вот именно с этих позиций как 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 там и кстати по поводу двух словах по поводу вот евреев я знаю что например конкретный еврейский юмор он появился 1661 году конкретно это данные 1661 до когда были были введены в связи там то обстановка это после там после восстания на украине после всего тех событий там было просто запрещено равинные всевозможные увеселительные вещи то есть все эти карнавалы все прочее в итоге это все пришло внутрь как бы а просто вот я говорю что вот там моменты как как и что что формировалось это в принципе определенные вещи можно проследить хорошо счастливо александр большая просьба к вам предыдущие у вас было хорошее выступление несколько недель назад если вы решаете то то первое с чего мы решили за за запись делать если вы считаете что оно хорошее можете поднять его хорошо его тогда писали это по-моему по моему наша первая запись даже получили хорошо хорошо у вас очень много интересного спасибо вам огромное да все ну я по крайней мере стараюсь вот и много action points как action point по-русски сказать значит пункта точки активности это самое моменты да намечены дальнейшие шаги да очень здорово надо думать надо думать как это ну да первое это коронавирус первое это коронавирус ну да первый коронавирус хорошо давайте сейчас подумаем вот еще одна важная важная вещь я не знаю вы знаете я бы остановил даже запись я остановил уже Продолжение следует...